Приветствую, друзья! Как связано мародерство российских войск в Украине? Клип, который подарили на день рождения заместителю министра обороны и дживелины, пробивающие насквозь отечественные танки. На первый взгляд, ничего общего. Не спешите с выводами. Связь есть. Думаю, многих потрясли кадры с камер наблюдения, на которых российские военные отправляют домой многочисленные посылки с награбленным в Украине. Досье проследило эти отправления и выяснило, кто и куда отправлял украденные стиральные машины, телевизоры, мебель и прочий скарб. Вот снятое 2 апреля в отделении курьерской службы в белорусском городе Мозырь. В течение нескольких часов военные в российской форме носят тюки, упаковывают их, заполняют накладные, отправляют посылки. Мы нашли информацию обо всех отправлениях из этого пункта за этот день. Мы изучили почтовые трекеры по этим посылкам, тщательно отсмотрели список получателей и прогнали видео с камер наблюдения по системе распознавания. Получили список мародеров из числа военнослужащих российской армии. Список, конечно, неполный. У нас было видео всего за два часа одного дня и только с одного пункта приема курьерской службы. Масштабы мародерства и грабежа мирных украинских жителей гораздо больше. Вот вы можете видеть, как украденную бытовую технику российская армия пытается вывозить всеми способами, а не только курьерской службой. Так что да, наша информация далеко не полная, но очень показательная. В этот день, 2 апреля, российские мародеры, а язык не поворачивается называть их военными, отправляли посылки преимущественно в город Трубцовск, Алтайского края. Чемпионах, в кавычках, конечно, по мародерству, стал Евгений Коваленко. Я, кстати, не смущаясь, прямо называя имена мародеров, если военные убивают мирных жителей или грабят их дома, они должны быть готовы к тому, что рано или поздно их деанонимизируют и окружающие узнают про их преступления. Так вот, Евгений Евгеньевич Коваленко провел в курьерской службе несколько часов и отправил домой посылки общим весом 440 килограмм. Командир разведзвода, разведроты отправил жене Маргарите в Рубцовск инструменты, музыкальные колонки, стол, палатку и многое другое. Конечно, можно предположить, что лейтенант Коваленко вместо боевых действий занимался шоппингом и просто воспользовался выгодным курсом гривны к рублю. Но это слишком фантастическое предположение, как мне кажется. Будем честными. Коваленко в Украине занимался мародерством и отправлял домой награбленное. Коваленко действовал не один. Артем Лазарев отправил в родной Рубцовск посылки весом 256 килограмм, в которых были автозапчасти и электросамокат. Лейтенант Валиев отправил 152 килограмма награбленного. А Егор Катаргин, предположительно майор Росгвардии из Рубцовска, отправил домой телевизор и лодочный мотор общим весом 42 килограмма. Я не буду перечислять сейчас всех мародеров. Посмотрите их список в материале досье. Что объединяет эти истории? Ну, помимо очевидных свидетельств морального разложения российской армии, я уверен, что общее у этих мародеров – это крайняя нищета их родного Рубцовска. Заметьте, в посылках женам ни золото-бриллианты, ни дорогие часы и ни иные предметы роскоши. Нет, обычная бытовая техника. Нехитрые инструменты. Палатка. Палатка, черт возьми. Сколько стоит палатка? Ну, 10 тысяч рублей. Ну, 15. Что может заставить солдата не спасать свою жизнь, не тащить на себе дополнительный боекомплект, не забирать, наконец, убитых с поля боя, а украсть палатку? Только если эта палатка является роскошью для лейтенанта из Рубцовска. И, похоже, это правда роскошь. И палатка, и инструменты, и телевизор с колонками – все это небывалая роскошь для геноцификаторов из Алтайского края. Руины завода, четыре колонии и дефицит туалетной бумаги, пишут бросившиеся изучать Рубцовск журналисты. Во время Великой Отечественной войны в степи Алтайского края вывезли мощности заводов из Харькова и Одессы. Завод проработал 70 лет, но в 2011 году обанкротился, его цеха и инженерные корпуса были разрушены и разграблены, некоторые здания обрушились. Горькая ирония. Город Рубцовск, по сути, создан вокруг украинских заводов, вывезенных в эвакуацию в годы Великой Отечественной войны. При Путине производство обанкротилось, и тогда он послал жителей Рубцовска опять на Украину. В этот раз с Украины взяли не станки, а палатку и телевизор. Но как же жизнь в Рубцовске стала настолько нищей, что взять палатку в покинутом доме стало важнее, чем забрать тела товарищей с поля боя? Ведь долгие годы Путин и его пропагандисты внушали нам, что Украина нищая по сравнению с Россией государством. Да и вроде бы объективные цифры относительно ВВП на душу населения показывают, что россияне должны жить в три раза богаче, чем украинцы. Так почему же тогда у лейтенанта Евгения Коваленко настолько сносит крышу от богатства жителей Украины, что он бросает воевать и начинает воровать? Если погуглить город Рубцовск, где служат лейтенант Коваленко и прочие пойманные за руку мародеры, то одной из первых ссылок будет вот это. Почему Рубцовск самый ужасный город России? Подростки даже лет девяти яростно матерятся, плюются на улицах. При мне молодой человек совсем не бомж, спокойно порылся в мусорке и ничего не найдя сел отдыхать на лавочке. Лица у большинства людей угрюмые, видно, жизнь здесь не сахар. Так делится впечатлениями о Рубцовске автор статьи. Алтайский край, куда входит Рубцовск, гордо отчитался о росте ВВП за 2021 год на целых 3%. Звучит солидно. Но что означают 3% в 2021 году? Во-первых, это в полтора раза ниже общероссийских показателей. Во-вторых, 3% роста это к провальному ковидному году, когда общероссийский ВВП упал на 3%. То есть 3% роста Алтайского края в 2021 году, это на самом деле падение. Теперь понятно, почему в Рубцовске народ по помойкам рыскает. Но эта картина была бы не полной без одной маленькой детали. В то время как в Рубцовске народ копается в помойках, а экономика Алтайского края отрицательно растет, доходы губернатора увеличились в 10 раз по сравнению с предыдущим годом. Это очень хорошая иллюстрация, почему лейтенант Коваленко, попадая из формально более богатой России в бедную Украину, начинает воровать сотнями килограмм. Ладно, скажете вы, нищий Рубцовский, полумертвая экономика Алтайского края, при богатейшем губернаторе, ну, конечно, это плохо. Но ведь лейтенант Коваленко и прочие мародеры являются военнослужащими и должны содержаться за счет федерального, а не регионального бюджета. Да, и к слову, что там насчет клипов для заместителя министра обороны и Дживелинов, про которые обещали рассказать в начале видео, правильное напоминание, отвечаю. В 2019 году заместитель министра обороны Татьяна Шевцова праздновала свой юбилей. Банкет, как полагается, проходил в дорогущем ресторане на Рублевском шоссе, где меню, конечно, сильно выходит за рамки официальных возможностей чиновника Министерства обороны. Посмотрите на цены и умножьте их на десятки гостей. Впрочем, более простое место приглашенные бы не оценили, ведь на банкет к простому заместителю пришли сам министр обороны, несколько очень крупных бизнесменов, губернаторы Подмосковья и Тульской области и много других высокопоставленных чиновников. Среди приглашенных были министр иностранных дел, глава РЖД, президент ВТБ и глава Ростеха. Самый ценный подарок юбилярши достался от ее ближайшей подруги. Заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко сняла для Шевцовой клип. Деньги очень любят счет, и учет, и пересчет. Это тот еще сюжет, оборонный наш бюджет. Такой вот трогательный капучник, хотя профессионально срежисированный и снятый. Каждый день, круглый год, но противник не пройдет. Этих русских никогда не сломать, не убить. Ведь они на три рубля могут вооружить. Тут надо наконец пояснить, а почему вообще в нашем рассказе появилась госпожа Шевцова. Дело в том, что заместитель министра Татьяна Шевцова отвечает военном ведомстве за оборонный бюджет. Шевцов распределяет десятки триллионов рублей, выделяемых на перевооружение и оснащение армии. Оборонный бюджет страны засекречен и спрятан в разные статьи расходов, но можно с уверенностью сказать, что расходы на оборону это одна из самых значительных расходных статей бюджета, а значит отвечающая за деньги Шевцова одна из самых влиятельных в стране чиновников, несмотря на не очень высокий пост. Так вот, как же она распределяет эти деньги? Наверное, самое частое фото с украинской войны это кадры уничтоженной и сгоревшей российской техники. Большинство из этих танков уничтожены из американских противотанковых гранатометов «Дживелин». Поражающая часть «Дживелина» это заряд, который направленный к кумулятивной струе продавливает и расплавляет броню танка. И, конечно, если существует такое оружие, то есть и защита от него. Современные танки имеют систему динамической защиты, вы ее видели много раз. Вы видели, что танки увешаны какими-то коробочками, это и есть динамическая защита. Заряд зарывчатки между двумя металлическими пластинами. При попадании кумулятивного снаряда эта защита взрывается и отводит или разрушает кумулятивную струю. Так почему российские танки так легко сжигаются «Дживелинами»? «Дживелинами» причем не самыми сложными с двухкомпонентными зарядами, но и самыми обычными. Динамическая защита срабатывает только если в коробочках действительно есть начинка. А если эту начинку украли и оставили коробочки пустыми, то танк легко прожигается «Дживелинами» чуть ли не насквозь. И узнать, есть ли у танка динамическая защита, можно в тот момент, когда по нему уже прилетел «Дживелин». Как мы видим по фотографиям, на многих танках защиты не было. Ее украли. Вернее, деньги на ее поставку. Как украли деньги на систему ПВО и пожаротушение крейсера «Москва». Как украли деньги на солдатские пайки и обмундирование. И это заставляет нас другими глазами посмотреть на клип в честь юбилея Татьяны Шевцовой. Замминистра финансов Татьяна Нестеренко и глава федерального казначейства Роман Артюхин на самом деле не воспевают смекалку финансиста, а исполняют гимн собственному воровству. Оборонный наш бюджет для всех секрет. Большой секрет. В чем секрет? Один ответ я скажу вам. Это ты. Да в том, что денег нет. Конечно, ведь как-то нет денег. А где ж триллионы рублей, выделенных из бюджета? Впрочем, даже спрашивать это глупо. Усправляющих юбилей в дорогом ресторане обладателей роскошной недвижимости и коллекции автомобилей. Намеренной издевкой, глумлением над солдатами и страной звучат слова этой песни. И солдаты-генерал очень ценят ваш труд. Кашей с топора это чудо зовут. Кашей с топора вам вместо триллионов рублей. Денег нет, но вы держитесь. Понятно теперь, почему российская армия главной боевой задачей выбрала именно мародерство. Понятно, почему лейтенант Коваленко потерял голову от зажиточности небогатой по европейским меркам Украины. Российская армия формируется за счет самых депрессивных регионов страны, таких как Рубцовск. В армию идут от безнадеги, от отсутствия социальных лифтов и перспектив. Потому что для многих россиян выбор, по сути, только между армией и тюрьмой. И армия в этом выборе дает не так уж много преимуществ. Право поучаствовать в несправедливой захватнической войне. Право погибнуть в танке с украденной защитой или на крейсере без систем ПВО. Право быть брошенными на поле боя или похороненными в безымянной могиле. Такие возможности привлекают не самых успешных людей. Поэтому в Украину едут либо контрактники, либо ребята из такой вот депрессивной глубинки, что обычный украинский дом выглядит для них как дворец с Рублевки. А палатка и телевизор, не говоря уже о стиральной машине, являются символами сверхпотребления, которые не стыдно украсть. Тем более, что старшие чины Минобороны ежесекундно подают пример воровства и мародерства. Война с Украиной показала реальную боеспособность и моральный дух путинской армии. Это полезно знать. Очень горько только, что за это знание пришлось заплатить таким количеством жизней с украинской и российской стороны. И прощения развязавшим эту войну никогда не будет. Счастливо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!